Все чаще вокальные студии появляются на базе общеобразовательных школ. Как показывает практика, музыкальное направление очень популярно у детей. В вокальной студии «Планета Китс» дети не только учатся петь, но также постигают основы актерского мастерства и сценической хореографии. Все вместе на кровати мы ставим танцевать, а тут-то в латушке верят и летят со всех сторон. Занятия проходят на базе Лопатинской школы в рамках дополнительного образования на бесплатной основе. Уроки проводит Александр Долгополов. Педагог и руководитель студии окончил Московскую государственную консерваторию имени Чайковского. Александр рассказывает, что на уроках большое внимание уделяет специальным упражнениям, которые помогают развивать слух и голос. В репертуаре коллектива в основном детские песни. Также юные вокалисты исполняют популярные композиции знаменитых артистов. Мы перепеваем песни уже известных коллективов. Это такие, как «Пижама Пати», «Барби». В феврале воспитанники вокальной студии «Планета Китс» приняли участие в детском творческом фестивале «Страна талантов». Восьмилетняя Анастасия Ямаева стала лауреатом второй степени. Это ее первая большая награда. Мама хотела быть певицей, мне передалось это. Мама не получилась, а у меня все получилось. Она пришла в первый класс, услышала о том, что здесь детки занимаются вокалом. И мама, мама, я хочу очень сильно петь. Поет она постоянно, в принципе. Плюс еще танцует, конечно, в «Звездном вальсе». У нас пение пересекается с танцами, и это постоянно не прекращая. Хорошо, на учебу немножко времени тоже есть иногда. Стоит отметить, что участники «Планеты Китс» постоянно выступают на сцене. Ведь только так дети могут по-настоящему раскрыть свой талант. У нас было бы гораздо больше выступлений, если бы не все понятные нам ограничения. И мы очень скептически всегда относимся к различным онлайн-конкурсам, когда нужно записать видео, отправить там куда-то, кто-то их отсматривает и присылать диплом. Это, к сожалению, не цель наших занятий. Для нас важно это выступление, чтобы дети чувствовали себя артистами. Мне не страшно. А чего бояться? Вокруг зрители, это же прикольно. Меня вообще вдохновило петь. Это вот разные певцы, они просто так красиво поют, и мне тоже захотелось петь на сцене. За два года существования коллектив принял участие во многих праздничных мероприятиях Ленинского городского округа. Но в планах юных исполнителей – расширение горизонтов творчества и выход на новые площадки для выступлений. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Екатерина Давлятова, Видное ТВ.